Привет, друзья! С вами Елена Вивас, и я продолжаю вас знакомить с моим Буэнос-Айресом. В прошлом видео мы уже с вами немножко прогулялись по Палермо, и сегодня я хочу вас немножко больше познакомить с этим одним из лучших районов для жизни в Буэнос-Айресе. Почему Палермо лучше? В принципе, сама история этого района всё и объясняет. Ещё в начале 19 века это были огромнейшие поля с фермами, но в 1830-х годах губернатор Буэнос-Айреса выбирает это место для того, чтобы построить здесь свой особняк. А вокруг особняка уже к концу 19 века разбиваются сады и парки, которые так привлекают тех, кто хочет жить в Буэнос-Айресе. И поэтому для начала этого видео я и избрала это место. Это ботанический сад, который здесь был разбит в 1870-х годах. И это тот парк, куда я прихожу каждое утро, чтобы начать бодренько свой день и прогуляться по этим садам. Идёмте погуляем по моему Палермо. Это одно из моих любимых мест в парке. Сзади меня находится оранжерея. Я вообще большой любитель эпохи конца 19-го, 20-го, начала 20-го века. И особенно архитектуры этой эпохи. И вот эта галерея, которую здесь вы видите, это как раз один из прекрасных представителей этой эпохи. Образец стиля арт-нуво, который мне так нравится. И именно вот эта оранжерея выставлялась на всемирной выставке в Париже в 1889 году рядом с Эйфелевой башней. Так что можно сказать, что это наша маленькая эйфелевая башня на территории Буэнос-Айреса. И в ней как раз находятся самые теплолюбивые растения территории этого парка. Ботанический сад Буэнос-Айреса занимает 7 гектар прямо посередине города. И здесь весь парк разделен на несколько секторов. Пять из них посвящены флоре непосредственно Аргентины. И еще два сектора с флорой, собранной с других пяти континентов. Поэтому здесь столько красивых и разных мест, что каждый из вас найдет свой любимый уголок. У меня этот любимый уголок вот под вот этими вот пальмами. Ой, бананами! Субтитры сделал DimaTorzok Если вы помните, то здесь мы ходим вверх ногами. И пока сейчас где-то начинается осень в северном полушарии, то у нас начинается весна. И посмотрите, как цветет это иудово дерево. У нас в Испании оно свело в конце февраля, начале марта. Это, в принципе, сейчас здесь конец августа, начало сентября. В Аргентине это то же самое. Но наоборот, мы готовимся к весеннему солнцестоянию. С годами в парк начали добавлять все больше скульптур, бюстов, превращая его в парк под открытым небом. И на сегодняшний день ботанический сад Буэнос-Айреса по значимости является вторым на континенте после парка в Рио-де-Жанейро. И сегодня этот парк носит статус национального исторического культурного наследия Аргентины. Продолжение следует... От многих русских, давно живущих в Аргентине, можно услышать жалобы, что в Аргентине так тяжело найти укроп. Боже, да здесь целый рынок называется. Энельдо. Это означает укроп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На территории Палермо есть целый район, который посвящен Армении. Сейчас мы находимся на улице Армении. И этот район, он, кстати, славится огромным количеством баров, ресторанов с такими вот террасками. И здесь же находится парк, который посвящен иммигрантам из Армении. И сейчас идемте по нему немножко прогуляемся. Палермо субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Иногда такие бывают удивительные находки на территории Буэнос-Айреса. Это стоянка для велосипедов. И здесь же, посмотрите, есть для того, чтобы покормить или напоить собаку. Субтитры добавил DimaTorzok 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 И так далее. Вот как раз здесь я стою напротив телекомпании Америка. И вслед за этим этот район начал превращаться в такой богемный район. Здесь сейчас прогулялись очень много интересных баров. Причем баров таких вот с современным артом. очень хорошего класса рестораны, где за столиками можно встретить знаменитых киноактеров Аргентины, обслуживают их будущие телезвезды, потому что очень многие сюда устраиваются в эти бары, рестораны на работу официантами, чтобы немного потусить перед знаменитыми продюсерами в надежде, что их заметят и предложат им работу. Идемте еще прогуляемся по Голливуду, аргентинскому Голливуду. Продолжение следует... Бродили по Палермо и вот забрели на блошинный рынок. У меня здесь просто глаза разбегаются, здесь столько всего интересного для человека с хорошим художественным вкусом и дизайнерскими нотками. Здесь очень-очень много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова